Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться темы, как помочь человеку. Помощь нужна всему живому, природе, животным, людям. Каждому человеку в жизни необходима бывает помощь, и не только тогда, когда он бывает маленьким ребенком, или преклонного возраста старцем, или старушкой. Нет. В течение жизни, в любое время, в любом возрасте человеку нужна помощь. Даже когда человек богат, ему нужны помощники для того, чтобы вести его бизнес, его дела. Человеку нужна помощь, когда он строит, когда он разрушает. Человеку нужна помощь, когда ему плохо, и когда ему хорошо. И очень мало людей, которые короткое время думают, что они могут оказаться без помощи. Но на самом деле, если помощи не будет идти из духовного, невидимого мира, человек в мгновение погибнет и уйдет в другую жизнь. Знают ли люди об этом, рассуждают ли они, это другой вопрос. Но каждый человек, так или иначе, ищет помощника в своей жизни. Многие создают семьи для того, чтобы была эта помощь. Чтобы не просто было веселее, нет, а чтобы было легче в этой жизни. Потому что одинокому путь жизни пройти всегда тяжелее, чем это сделать семейному человеку. И вместе с детьми, внуками, может быть даже правнуками, это бывает всегда легче. Это бывает помощь. Но помощь должна быть своевременной. Помощь должна быть индивидуальной или групповой, но правильной, верной. И заповедь «Не убей», шестая заповедь Бога, она говорит о том, чтобы человек не убивал не только других людей, но и животных, природу. И в то же время не убивал Божьей помощи к нему. Не убивал. Потому что Бог хочет помочь каждому человеку в его тяготах, трудностях. Но человек отказывается от Божьей помощи и не верит в нее, потому что он не верит вообще в Бога. Возлюбив ближнего, как и самого себя, это тоже помощь. Ибо если человек имеет любовь к себе самому, он может помочь и полюбить другого человека. И он начнет тогда о другом человеке думать не так, что он плохой, нет, а он будет думать о нем как врач. Почему он оказался в таком состоянии? Почему он во зле, в грехе, в слабости? Из-за чего он нуждается сегодня в помощи? Он распознает эту помощь, и помощь будет верной. Если человеку нужна духовная помощь, то он не даст ему материальных денег, потому что не в этом будет заключаться помощь. И наоборот. Если помощь должна быть материальной, то он не будет говорить на духовные темы ему, когда человеку нужна, скажем, одежда или еда. И современная помощь бывает, бывает запоздалая, бывает показная помощь. Когда человек показывает не только этому человеку, что я помогаю, видишь, тебе, он помогает и другим, и он хочет, чтобы об этом сообщили, может быть, по телевидению, по радио, или в устной форме родственники сообщили об этом. Это бывает показной. Помощь бывает формальной и реальной, а помощи просят, и ее стыдятся. И тогда многие люди не знают о том, что человек находится в нужде. И в Библии стоит, стучите, и вам отворят. Это как раз и о помощи в том числе. Просите, и дано будет вам. И гордость и неверие препятствуют в духовном мире тому, чтобы человек попросил кого-то о той помощи, которая ему бывает нужна и бывает необходима. Очень часто, когда человек общается и просит у людей помощи, он разочаровывается. Очень часто люди, оказывая помощь другому человеку, разочаровываются. Но Бог, когда помогает, никто не останется разочаровывающим. И очень важно знать о том, что в Библии в притче 3-27 стихом сказано. «Не отказывай в благодеяний нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его». Помощь людям. Просуждайте на эту тему. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.